Дождь сегодня шел в Красноярске, однако не такой сильный, как в столице. Несмотря на это, уровень воды в Енисее все еще постепенно, но продолжает снижаться. За последние сутки он снизился почти на 2 сантиметра, сейчас на отметке 378 вода, что ниже критической на 12 сантиметров. Заметно ли, как уходит вода, знает мой коллега Дмитрий Ишхозин, он сейчас на прямой связи со студией. Дима, где ты находишься и что там с паводковой обстановкой на сегодняшний день? Оля, да, я сейчас нахожусь на Левобережной набережной под Вантовым мостом. Сейчас помимо нас здесь очень много красноярцев, потому что погода действительно хорошая. Несмотря даже на этот маленький моросячий дождик, люди приходят прогуляться сюда, посмотреть на уточек, пофотографировать, что самое главное. Вообще вся эта территория у Вантового моста и туда дальше немножко к Кицу, вся эта территория стала уже неким таким мерилом для журналистов и для красноярцев. О том, как вообще проходит паводковая ситуация у нас в городе. Вот если заметить, попрошу оператора показать нам забор. Вот сейчас на нем видно, не знаю ли на камере, но вот вживую точно видно уже как минимум три уровня спада воды в Енисея. Самый верхний темный, вот чуть пониже такой светлой серый. И самый нижний темный, вот как раз таки, когда недавно, пару дней назад, уровень воды упал на 25-30 сантиметров, стало видно, как, собственно говоря, Енисей отходит от нашего города. Также здесь стало видно тот деревянный помосток, деревянную площадку, которая раньше и вела, собственно говоря, к окраине берега. Ну и, конечно, из воды появились те самые вот та уличная мебель, те лежаки, которые пользовались популярностью у горожан. Сейчас, если видно, то около тех самых лежанок, вот такая сырая, сырая земля, это вот тоже совсем, может быть, 6-5 дней назад вода отошла. Да, те самые лежанки сейчас, кстати, пользуются популярностью, правда, пока мы здесь начали снимать, люди разбежались. Но на самом деле фотосессии на них сейчас проводятся, так же, как когда-то раньше проводились на качелях, которые, к сожалению, сняли. Ну и еще один вопрос, который витает в воздухе у горожан, это все-таки, что будет с этой уличной мебелью, когда ее начнут ремонтировать, в мэрии говорят, что пока таких прогнозов не дают, потому что вода еще полностью не ушла, и сказать, кому понадобится ремонт, кому нет, очень сложно. Но вот в мэрии говорят, что вода продержится около еще двух недель, как отметил глава города, он уже приготовил бригады мойщиков, бригады деревянщиков, которые займутся, собственно говоря, всей вот этой вот уличной мебелью. Ну, еще были опасения, что ее там может смыть, либо еще что-то, но, как, опять же, глава города подчеркивал, вся эта уличная мебель на набережной, она очень прочно засажена в землю, поэтому ничего с ней не будет. Вот поэтому остается только ждать, когда вода полностью уйдет, тогда уже подводить итоги того, какой урон нанесли, нанесли паводки вот этой вот уличной мебели на левобережной набережной как минимум, но как максимум и всему городу и окрестностям Красноярска. Мне на этом все. Оля. Спасибо, это был Дмитрий Ишкозин, прямое включение с левобережной набережной. Он рассказал о ситуации с паводками, вода постепенно отступает.